Рад вас сегодня всех приветствовать на нашем вебинаре, который посвящен презентации компании Skyway Capital. С голоса у меня не очень, то есть как бы так, немного побаливает горло, но постараюсь не сильно громко кричать и может быть, скажем так, проведем вебинар нормально. У нас с вами сегодня речь пойдет о проекте Skyway Capital и по большому счету всех, кто собрался сегодня у нас на вебинаре, хочу вас поблагодарить за то, что вы сейчас с нами. Будем с вами говорить об очень интересных вещах по теме инновации и инвестиций, то есть мы с вами рассмотрим два вопроса, два в одном, то есть есть возможность принять участие в инновационно-инвестиционном проекте и те, кто слушает эту информацию впервые, я вам всем рекомендую дослушать до конца, постараюсь недолго, скажем так, занимать ваше время, постараюсь говорить динамично, скажем так, но постараюсь максимально интересно. Вот, и мы с вами рассмотрим как раз-таки инновационную технологию, которая касается в первую очередь мира транспорта, да, и транспорт это та тема, которую мы касаемся с вами ежедневно. Вот, мы с вами рассмотрим уникальную возможность, которую предлагает проект компании Skyway Capital, вот, что она может дать каждому из вас, да, и к чему вы можете прийти, скажем так, с возможностью инвестировать в новую инновационную технологию, перспектива которой, 50% скажем так, всего мирового транспортного рынка, это технология, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Ну, ни много ни мало, если говорить вообще о рынке транспорта, то, скажем так, его денежная емкость на сегодняшний день составляет 4,8 триллиона долларов, да, то есть это огромная цифра. Ну, и представьте себе, что через какой-то промежуток времени, там, 30-50% данной, скажем так, отрасли будет находиться технология Skyway, она так называется на сегодня, да, это вот те деньги, которые, по сути дела, могут вращаться в данном проекте, и к этому вы можете иметь полное отношение. Итак, транспортная тема, да, то есть то, что мы с вами видим каждый день, и по большому счету нам с вами известно 4 транспортные технологии, которые используются людьми, ну, в среднем каждые больше 100 лет, это точно, а водный транспорт, например, он используется не одну тысячу лет, да, то есть намного моложе это железнодорожный транспорт, еще моложе это автомобильный транспорт, самый молодой, можно сказать, это авиация. Каждый из этих видов транспорта имеет свои преимущества, недостатки по отношению друг к другу, у каких-то, скажем так, скорость быстрее, да, какие-то, может быть, более экономично могут перевозить большее количество грузов, потому что поначалу, если мы рассмотрим историю развития железных дорог, например, да, то как только зарождались железные дороги, никто не думал возить пассажиров вообще, то есть я и шла только о перевозке, скажем так, угля, потом каких-то других грузов и так далее, да, и пассажирские перевозки появились намного позже, чем просто, скажем так, по железной дороге, стали что-то возить вообще. Ну, что хотелось бы отметить, вот я, например, живу в городе Подмосковье, да, то есть мегаполис, крупный город, и ситуация, с которой приходится сталкиваться каждый день, она примерно одна и та же, то есть огромные пробки, каждое утро, скажем так, люди из огромного количества городов Подмосковья просыпаются, едут, скажем так, кто-то до вокзалов на электричке, от электричек народ добирается до ближайших станций метро, садятся в метро, потом доезжают до той станции, где у них есть, может быть, транспорт в виде маршрутки, троллейбуса, трамвая, который везет их до работы и обратно. То есть трафик у некоторых людей занимает в этом направлении, там, от 4 до 6, а вроде бы на комфортных автомобилях, да, которые, скажем, как говорила Стаббендер, что автомобиль это не роскошь, а средство передвижения, да, то есть порой дорога может занимать и 8 часов, то есть 4 до работы, 4 обратно. И это происходит уже, скажем так, на протяжении довольно большого количества лет, и с каждым годом ситуация, скажем, ухудшается все больше и больше. Больше количество автомобилей становится в крупных городах, большее количество выхлопов, да, даже если более экономичные двигатели, вроде экологически чистые, но тем не менее выхлопы никуда не деваются. Атмосфера в городах загрязнена, все мы этим дышим. Этим дышат дети, кстати, которые находятся в колясках, да, вот мамы катают по улицам детей, и, по сути дела, высота колясок, ну, намного ближе к выхлопным трубам автомобилей, чем отходит взрослый человек. Соответственно, дети дышат этими парами, поэтому за последние, там, какие-то 30-40-50 лет появилось огромное количество новых болезней цивилизации, о которых раньше не слышали, да. Виной тому, казалось бы, что индустриализация и развитие транспортной сферы. То есть, и если мы ситуацию не изменим, да, то представьте себе, что может быть, например, в этих городах крупных через те же самые 10 лет, да, то есть количество автомобилей будет увеличиваться, вот, количество, скажем так, транспорта будет расти. Вот те развязки, которые строят вокруг Москвы, периодически докладывают, например, руководству, там, я не знаю, страны, там, области, мэру города и прочее, что мы сдали очередную дорогу, вы знаете, а проблема не решается. Пробка порой перекочевывает на 100-200 метров в сторону, и все. Да, в Китае сейчас, например, приняли решение развивать высокоскоростные железнодорожные магистрали, вот, но, скажем так, это транспорт, который будет курсировать между крупными городами. Проблемы транспорта в городе и в пригороде, они не решаются. Огромные пробки, медленная скорость и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это ситуация, с которой мы с вами сталкиваемся каждый день, и действительно, если что-то кардинальное в этой сфере не поменять, ничего кардинально не изменится, да. Новшество, которое вводится на сегодняшний день, и там, говорят, ноу-хау и так далее, действительно появляются более экономичные автомобили, чуть меньше, скажем так, у них выклоп, чуть быстрее они могут ехать, чуть больше комфорта внутри, да, в транспортных средствах, которые ходят в общественном транспорте, это автобусы, трамваи, там, новые виды электрического транспорта появляется, например, вай-фай, но этого ли мы хотим? То есть, интернет ли нам нужен, или нам нужно все-таки комфортно перемещаться, чтобы транспорт был экологически чистый, чтобы мы перемещались быстро, да, и чтобы мы перемещались, скажем так, за приемлемую цену, потому что вот за последние несколько лет, там, лет, наверное, 10-15, я наблюдаю, транспортные услуги, они не дешевеют, они становятся дороже, и, не, скажем так, уровень комфортности не развивается с той же скоростью, с какой растут цены на перевозке. Это мы говорим с точки зрения того, что мы имеем на сегодняшний день, да. Вот, а представьте себе идеальную картину, да, например, вот, там, лет через 10, и мы с вами вдруг начинаем перемещаться не в том транспорте, к которому мы привыкли, да, вот тот, который мы ежедневно, скажем так, с которым мы сталкиваемся, а представьте себе новый вид транспорта, который может перемещаться со скоростью, там, до 150 км в час внутри города, по, скажем так, по необходимости. Транспорт, который не требует фактически никакого землеотвода, в сотни раз меньше, чем автомобильная дорога. Транспорт, который легко встраивается в инфраструктуру уже, скажем так, существующих городов и крупных мегаполисов, да. Транспорт, который можно развивать, скажем так, вокруг тех же мегаполисов, строить, скажем, города-спутники, так называемые линейные города, в которых будет чистая экология, где люди смогут, скажем так, в шаговой доступности иметь дома. Кстати, струнные технологии, это еще и строительство домов высотного типа и коттеджного типа, да. И транспорт, который комфортный, в котором нет перекрестков, в котором нет светофоров, в котором нет пробок, да. Транспорт, который не пересекается с огромным количеством людских потоков, да. То, что мы видим в городах, там, где пешеходы переходят улицы, какое количество людей погибает. В автомобильных катастрофах, я думаю, ни для кого из вас не секрет. Это более миллиона человек в год. И в десятки раз большее количество людей страдает, получает различные травмы, увечья, да, что потом сказывает на их уровне жизни. Так вот, транспорт, о котором мы сейчас с вами еще поговорим, это тот транспорт, который, вот те недостатки, о которых мы сейчас с вами, скажем так, высветили в транспортной сфере, они все уходят. И транспорт этот называется Skyway, да. То есть идеальная картина, казалось бы, то есть такого может не быть и так далее, и так далее. Но вы знаете, я вас не знаю, обрадую или разочарую, но дело в том, что такой транспорт уже существует на сегодняшний день. Вот. И для тех из вас, кто, например, первый раз сталкивается с этой информацией, я просто сейчас хочу включить ролик, который так и называется, дорога в будущее, да, который продемонстрирует, что есть транспорт, который может решить все эти проблемы, о которых мы сейчас с вами поговорили. Вот. И я вас на три минуты, скажем так, оставлю, промочу горло водой. Вот. И мы с вами потом продолжим движение по нашим вебинарам, поговорим о технологии, о которой я сейчас хочу показать ролик, и поговорим с вами об инвестиционной возможности, которые предлагает компания Skyway Capital. Итак, друзья, три с лишним минуты внимательно смотрим ролик, а потом продолжаем движение по вебинарам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, транспорт, который вы сейчас видели, да, это не просто, скажем так, компьютерный график, это действующие модели транспорта, который сегодня уже вводится, по сути дела, в эксплуатацию, транспорт, который, скажем так, готов к внедрению, то есть тому, чтобы быть использованным на территории земного шара в разных уголках. Так как земного шара, и уж сегодня существует огромное количество запросов на то, чтобы строить дороги и использовать технологию под названием SkyWay, небесные дороги, скажем так, Sky, небо, Вэй, это путь, либо дорога. Так вот, мы с вами рассматривали картину, что если ничего не менять и оставить, то, скажем, транспортную сферу в том состоянии, в котором она есть сегодня, то есть мы действительно можем прийти с вами к катастрофе. Тот транспорт, который был сейчас продемонстрирован на ролике, это то, с чем работает группа компании SkyWay, с 2013 года развивается этот проект, хотя история технологии, она намного больше, вы здесь видите на экране ролик, точнее слайд, который рассказывает о том, что данная технология развивается с 1977 года, 41 год, но в принципе для развития технологии в сфере транспорта это не такое большое время. Ну, просто сравним, например, с технологией, которая используется в Шанхае при перевозке пассажиров из аэропорта Пудун до центра города, да, эта технология на сегодня, на момент, скажем так, ее внедрения с 1936 года велись разработки компании Siemens, в 2000 году китайцы заказали эту трассу, и, по-моему, в 2003 году она была построена. На разработке было затрачено порядка 6 миллиардов евро, китайцы ее купили, скажем так, порядка полутора миллиарда долларов, то есть, в принципе, эта трасса до сих пор не окупилась, хотя, конечно, комфортно, я в этой трассе ездил сам, два раза, скажем так, из центра города до аэропорта и обратно, достаточно быстро, комфортно, но, тем не менее, да, то есть, 40 лет для технологии, которая в корне изменит ситуацию в транспорт, но, то есть, это немного, мало того, очень важный момент, как я вам говорил, мы очень близки к тому, чтобы эту технологию уже внедрять, потому что у нас есть сертифицированный транспортный средств. Итак, друзья, развитие самой технологии, струнных технологий, оно было не всегда гладкое, технология прошла 4 этапа развития, если разбить весь этот временной участок, да, то есть, начиная, там, с 77-го года, в сегодняшний день, но важно отметить следующее, то, что на сегодняшний день уже картина такова, что технология не просто, скажем так, есть на бумаге, да, вот вы видите здесь слайды, которые демонстрируют, что технологии в начале 2000-х годов узнал весь мир, говорилось много в средствах массовой информации на центральных телевизионных каналах, таких как телерадиокомпания МИР, ТВЦ, канал Россия, ТВ-6 и так далее, и так далее, то есть, были посвящены целые тематические передачи на целом ряде телевизионных каналов, средства массовой информации, печатные, интернет-издания и так далее, и так далее. То есть, был собственный полигон в подмосковном городе Озер, где проводились испытания, отработалась методика, скажем так, второго поколения струнного транспорта, и вот здесь вы видите структуры, которые давали свои экспертные оценки и заключения. Но важно отметить следующее, что на сегодняшний день технология очень быстро развивается, и за короткий промежуток времени, за два последних года, да, с 2016 года, это 15 крупнейших выставок, транспортных форумов, таких как «Инотранс» и в ближайшее время, в 2018 году, вот в сентябре, будет второй «Инотранс», в котором будут принимать участие технологии специалисты нашей компании. Дальше, это дважды белорусская транспортная неделя, 2016-2017 год. Это «Транспорт России» 2016-2017, «Рейловый тех Индонезии» 2017-2018, «Future City Show», да, вот недавняя, скажем так, выставка, которая прошла в Объединенных Арабских Эмиратах, и, как говорит руководство нашей компании, дала очень серьезный толчок в развитии технологий, ну, в первую очередь, на территории Аравийского полуострова. То есть потенциально на сегодня существует большое количество адресных проектов на территории всего земного шара, это Юго-Восточная Азия, это Европа, это Австралия, это, скажем так, и страны СНГ потенциально, да, хотели бы строить данные дороги. Все дело финансирования, вот, об этом мы сейчас с вами тоже немножко поговорим, но что хотелось бы еще отметить, да, за время работы проекта с 2013 года сертифицировано уже два транспортных средства, вы сейчас видите их на экране, получено, скажем так, порядка 70 с лишним патентов и сертификатов целого ряда стран, таких как Австралия, Евросоюз, собственно, Белоруссия, да, потом Китай, Япония. Буквально недавно мы видели целый ряд сообщений в новостной ленте нашей компании, что были получены сертификаты Украины, были получены сертификаты в Канаде, США, то есть компания, зная, что будет работать на международном рынке, она защищает себя юридически, защищает свои ноу-хау для того, чтобы выйти на этот рынок и не случилось каких-либо проблем с внедрением технологий там, то есть закрепляется свое авторство. И это все наработано за два года, да, по сути дела за последнее, то, что мы вам говорили. Здесь вы видите на слайде первый прокат юнибайка двухместного транспортного средства, о котором в 2014 году, когда проект начал развиваться активно, да, даже еще никто не думал. А здесь вы видите готовый промышленный образец, который был испытан, точнее, впервые был осуществлен прогон 28 ноября 2016 года, а как я вам говорил, мысль о том, что, скажем так, может быть, построить легкую путевую структуру с таким транспортным средством, она пришла где-то в начале 2015 года. То есть от момента вхождения в голову идеи, да, и до реализации в транспортные средства прошло меньше полутора лет. Это очень сжатые, очень быстрые сроки, это очень, скажем так, серьезная работа, потому что в среднем, например, в автоконцернах крупных, которые есть, да, по всему миру, для того, чтобы ввести новую модель автомобиля в модельный ряд и потом выпускать ее серийно, затрачивается в среднем не меньше пяти лет денег порядка миллиарда долларов, да, там, на кучу испытаний и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь мы имеем дело с проектом, вот как же это все стало возможным, то, что мы вот сейчас показали, да, и то, к чему мы пришли, то есть там. А все это стало возможным благодаря тому, что в 2013 году, а я вам говорю, что технологии на сегодняшний 41 год, да, Юницкий принял решение оценить технологию и не идти стандартным путем, которым он шел в предыдущие 30 с лишним лет, обращаться к чиновникам различного уровня, да, различных государств, к людям в мире бизнеса, у которых были деньги с предложением инвестировать в технологию, чтобы построить тестовый полигон, сертифицировать все виды транспорта, которые он планировал построить, а это ни много ни мало. Если мы возьмем минимум, предполагалось, три сегмента транспортного рынка, это грузовой, высокоскоростной, городской, с разной скоростью, то есть городской до 150, грузовой до 120 поначалу был, и высокоскоростной до 500 км в час. Сейчас уже, скажем так, линейка потенциально выпускаемых транспортных средств, она значительно расширяется. Речь идет о перевозке контейнеров, да, речь идет, скажем так, о перевозке там цепучих грузов и много чего еще. То есть эта технология, она совершенствуется в процессе развития, вот начиная где-то с 2013 года. И все это стало благодаря тому, что было принято решение перейти на схему финансирования проекта посредством народного финансирования, либо краудинвестинга. То есть кому нужен такой транспорт? Экологически чистый, высокоскоростной, комфортный, да, дешевый, намного значительно дешевле, чем те виды транспорта, которые мы имеем. И причины здесь просты, потому что, скажем так, строительство путевой структуры, строительство инфраструктуры, там зданий вокзалов, терминалов, которые необходимы там для погрузки-разгрузки различных грузов, значительно дешевле там, в разы и на порядке, чем это происходит сегодня при строительстве автомобильных дорог, высокоскоростных железных дорог и так далее. Тратится в разы меньше строительных материалов, надежность, скажем так, и износа стойкости данной путевой структуры, как заявляет Анатолий Дарович Юницкий, генеральный конструктор технологий. Единожды построенная путевая структура может служить порядка 100 лет и более, да. То есть, а что мы видим обычно при асфальтовых дорогах, даже из дорожной магистрали, которая раз в 2-3 года перекладывается, подсыпается и так далее. То есть, постоянно, чтобы поддерживать инфраструктуру данных путевых структур в рабочеспособном состоянии, тратится миллиарды долларов США. Вот здесь всего этого делать не надо будет. Мало того, данная технология, о которой мы с вами говорили, ее можно отнести к всепогодным и всерельефным. То есть, такие явления природы, как сильный ветер, сильный снегопад, сильный дождь и так далее, и так далее, туман никак не будет влиять на перемещение транспортных средств по путевой структуре SkyWay. Это тоже очень важно, потому что погодные явления, они фактически напрочь останавливают всю транспортную инфраструктуру тех 4 транспортных систем, которые нам с вами известны. Что еще хотелось бы отметить? Чем интересен способ краудинвестинга? Тем, что Юницкий обратился просто к физическим людям, простым людям, проживающим в разных уголках земного шара, и предложил им следующее. Стать совладельцем технологий на выгодных условиях. Был разработан 15-этапный план развития технологий и выведения ее на международный рынок. То есть, начиная с 2014 года и по сегодняшний день действует этот план. Каждый этап в себя включает определенное количество работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы приблизить простые вещи. Продемонстрировать, скажем так, транспорт во всех его сегментах, сертифицировать его и выйти на строительство дорог с уже сертифицированными транспортными средствами путевой структуры, то есть сертифицированными видами транспорта. Вот в этом направлении работает проект группы компании Skyway и компания Skyway Capital в частности, которая в первую очередь занимается тем, что привлекает инвестиции. Проект с целью финансирования строительства экотехнопарка, на котором мы демонстрируем возможности транспорта, на котором мы проводим сертификационные работы и потом выдаем, скажем так, готовый результат. Что хотелось бы еще отметить, то есть, скажем, на каждом этапе инвестирования денежных средств в развитие технологии Skyway уровень доходности, дисконт, да, мы это еще называем, он при переходе с этапа на этап становится меньше. То есть наиболее выгодные условия, скажем так, инвестирования в проект были на самом начальном этапе. Когда, по сути дела, нечего было потрогать. Когда, скажем так, были документы, да, были наработки Юницкого, когда был он сам и говорил, что я это построю, мне только нужны деньги. И появились первые люди, которые поверили. Вот на том этапе был самый выгодный, скажем так, уровень в плане вложения денежных средств. То есть я помню, что на первом этапе дисконт составлял там тысячи раз, на втором этапе это было от 250 на минимальных пакетах, да, до полутора тысяч раз. Сегодня мы находимся на двенадцатом этапе. Сегодня уровень доходности по пакетам составляет от 17 до 80 раз. Да, он меньше, но это все равно выгодно. На что, на чем хотелось бы еще обратить внимание? Маленькое, скажем так, отступление и так далее. Смотрите, человечество развивается достаточно давно. Любые ноу-хау, которые входили в жизнь человечества, да, они входили там годами, десятилетиями и так далее, и так далее, и так далее. Это можно рассматривать на примере чего угодно. Можно скользь просто пробежаться и посмотреть. Когда-то, да, люди поняли, что вот плавить металл это выгодно и так далее, и так далее. Был, стали плавили там, стали, железный магнат в Соединенных Штатах Америки, Эндрю Карнеги, у которого была, скажем так, ну, довольно благородная цель, до сорока лет заработать миллион долларов, да, по тем временам это сумасшедшие деньги, и потом раздавать его тем, кому это нужно. То есть человек увидел перспективу в том, что можно плавить металл и зарабатывать на этом деньги. Он начал это развивать, он на этом заработал, да. Дальше, электричество, да, то есть опыты с электричеством проводились давно, но те люди, которые коммерциализировали, да, эту индустрию, опять же, заработали на этом денег, и вообще благодаря электричеству происходит сегодня очень много, даже тот же интернет от него зависит. Строительство высотных зданий, никогда бы их не строили, да, потому что, если бы не было электричества, лифты, которые поднимают людей и так далее, и так далее. Далее, самый простой, наверное, пример, мы можем рассмотреть рынок коммуникации. То есть то, что было там сто лет назад и более, да, началось-то с развития там телеграфа, потом появилась там радиосвязь, проводная связь, и те люди, которые сориентировались и поняли, что на этом можно заработать, это человечество будет использоваться, они стали успешными, богатыми, они стали вкладывать деньги и на тот момент воспользовались той возможностью. Дальше пошло развитие эры чего? Кино, немое кино, потом звук появился, индустрия Голливуда, да, миллионы, миллиарды долларов крутятся в этой индустрии сегодня и подмяли под себя почти всю киноиндустрию мира. Далее, телевидение, да, это все мы говорим о коммуникациях, потом цветное телевидение, дальше стала развиваться спутниковая связь, потом прислили в нашу жизнь большие ВМ и появились крупные компании, которые стали ворочить миллионами в этой сфере, да, которые поставляли крупные ВМ. И потом пришла эра персональных компьютеров, интернета и так далее. И те монстры, которые когда-то развивали, скажем так, крупные машины, там, IBM, ABM и так далее, и так далее, махали рукой, говорили, кому нужен персональный компьютер? Что же мы видим на сегодня? То есть на каждом этапе развития человечества находились те, кто видел перспективу развития чего-то, какой-то технологии, вкладывал туда деньги, энергию, да, вот, либо привлекал туда деньги и сегодня очень хорошо себя чувствует. Представьте себе, 30-40 лет назад вам бы подошел Билл Гейтс или Стив Джобс и сказал, там, дорогой, у меня вот есть идея, да, я хочу развивать рынок, там, персональных компьютеров, вот, у меня есть, там, деревянный ящик с кнопками и так далее, мне нужна, там, сумма 100 долларов. Вот, если ты сегодня там инвестируешь, ты станешь, там, миллионером через 20 лет. Но не случилось, к вам не подошли. А сегодняшняя ситуация со струнным транспортом, да, с технологией SkyWay именно такова. Специалисты из мира транспорта, из мира финансового говорят следующее, что внедрение в жизнь технологии SkyWay, о которой мы с вами сегодня говорим, будет происходить в разы быстрее, чем в нашу жизнь вошел интернет. Интернет вошел где-то за последние 30 лет, да, но в Америке это раньше случилось, у нас чуть позже. Сейчас вырастает поколение детей и, скажем так, студентов уже, которые себя без интернета не мыслят, и они не помнят, как мы ходили и звонили когда-то по межгороду, да, заказывали за неделю талончик, потом приходили, ждали, нас вызывали в кабинку, и мы могли поговорить с родственниками. То есть вот сейчас им это рассказать, и не скажут, что это было на другой планете, либо не было вообще. А это наша с вами жизнь. Я прекрасно помню, я сам сидел в кабинках в ожидании того, чтобы поговорить с мамой, когда учился, например, в Харькове военном училище. Либо там 15-копеечный автомат, и нужно было звонить по межгороду, и так далее, и так далее. Сегодня, не выходя из дома, вы нажимаете несколько кнопок на смартфоне, и не просто разговариваете с тем, с кем вы хотите говорить, а вы его видите. Это то, что было фантастикой 30 лет назад. Мы сейчас с вами находимся в разных городах, и вы меня слышите, видите. Это все благодаря развитию интернета. Так вот, технология под названием Skyway, она в себя впитает все преимущества, скажем так, развития эры интернета. Благодаря данной технологии мы сможем высокоскоростной интернет, высоковольтной линии электропередач довести в удаленные уголки нашей планеты, и довести туда прелести цивилизации, которыми пользуемся в крупных городах. То есть, все это в себя впитывает технология под названием Skyway. Так вот, что я хочу сказать. То есть, пример, да, делаете вы шаг или нет, вы сегодня можете прикоснуться к технологии, стать ее совладельцем, выбрав любой из пакетов инвестиций компании Skyway Capital, да, стать собственником этой технологии. И в будущем, по мере, скажем так, строительства дорог в целом ряде регионов мира, по мере получения компании прибыли, получать на те купленные доли дивиденды. То есть, это ваш остаточный доход, то, что может быть. И что я хотел еще сказать. Существует сегодня много различных видов бизнеса. Чем уникальна эта возможность? Тем, что, чтобы развивать какой-нибудь серьезный бизнес в недвижимости, нужны сотни тысяч долларов, чтобы что-то купить, сдавать в аренду, либо там построить и так далее, и так далее. Любой бизнес, свой собственное открытие, это тоже десятки тысяч долларов и так далее. Найдите мне еще такую уникальную возможность, где вы можете инвестировать всего 15 долларов в США, да, и по мере того, как вы разбираетесь дальше, скажем так, делать простые шаги, вы можете потом инвестировать больше, для начала просто понять, что это из себя представляет. 15 долларов в США, ваши денежные средства могут приумножиться в 17 раз минимум. Номинал отдельно взятой доли компании Skyway, да, это 1 доллар США. Всего технология оценена в 400 с лишним миллиардов долларов. Вы выпущены на эту сумму отдельное количество долей, это 400 миллиардов, 867 миллионов, по-моему, 400 с чем-то тысяч долей. Да, то есть, конечно, чем больше долей будет куплено у вас на момент выхода технологии, скажем так, на мировые рынки и прекращение приема инвестиций в саму корневую технологию, тем больше в дальнейшем вы будете получать в виде дивидендов на те пакеты долей, которые вы сегодня имеете. Вот, но что я хотел бы еще сказать, да, у нас есть разнообразная на сегодняшний день возможность инвестирования в компанию, разные пакеты долей в компании Skyway Capital от 15 долларов до 150 тысяч. Я сегодня, наверное, не буду показывать личный кабинет, просто хочу сказать следующее, да, то есть, что мы имеем на сегодняшний день на руках. Мы имеем возможность, которая может круто изменить вашу жизнь в недалеком будущем. То есть, вы можете стать совладельцем технологии, которая быстро входит в нашу с вами жизнь. Технологии, которые потенциально, скажем так, имеют уже не одну сотню потенциальных заказов строительства дорог в разных уголках земного шара, да, где сертифицируются транспортные средства на сегодняшний день, уже предварительно заключаются, скажем так, договора о намерении взаимодействия и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы сегодня находимся на 12-м этапе развития технологий. Всего, я помните, я говорил, 15. Мало того, у нас произошел следующий факт, что настолько динамично стал развиваться, скажем так, рынок привлечения инвестиций в развитие бизнеса Skyway Capital, то, что мы перешли с 10-го этапа сразу на 12-й, то есть, такого не было. Мы шли постепенно. Как я вам говорил, на каждом этапе привлечения инвестиций уровень доходности по пакетам, либо дисконт снижается. Соответственно, вот последний переход с 10-го на 12-й этап, дисконт снизился на всех пакетах, в принципе, в два раза. Но все равно сегодня очень выгодно инвестировать в наш проект. Что еще хотелось бы отметить? Мы имеем сегодня, скажем так, опыт 40 лет работы Анатолия Даровича Юницкого, инженера, исследователя, конструктора, генерального конструктора технологий. Человек, в принципе, узнаваемого в мире, скажем так, транспорта. Он представлял технологию уже не на одном крупном форуме. Мы с вами имеем подтверждение уже не одной тысячи людей, которые лично своими глазами смогли увидеть, что из себя представляет технология на таких мероприятиях, как Экофестиваль. Первый раз состоялся в 2016 году. Порядка 700 человек смогли приехать и увидеть, что из себя представляет, что было построено на тот момент на те деньги, которые инвестировали люди с разных угаковых земного шара. Второй Экофестиваль. Уже были продемонстрированы действующие, не физические, а действующие транспортные средства. Это и грузовой Юнитрак, это был 14-местный Юнибус, это был двухместный Юнибай, который людям показали на территории Эко-технопарка действующие трассы. Сегодня у нас принят в эксплуатацию целый ряд объектов Эко-технопарка. Сегодня построены четыре трассы, заканчивается строительство грузовой трассы Skyway на территории Эко-технопарка. Это все происходит сейчас. Проходит обкатку и готовится к сертификационным, скажем так, испытаниям трехсекционной 18-местной Юнибус, который был продемонстрирован на выставке в Москве «Транспорт России-2017» в декабре этого года. Что отметить еще очень важно, начиная с 2016 года территория Эко-технопарка наших КБ практически каждую неделю посещает не одна делегация из фактически территории всего земного шара. Это и представители администрации различных городов, округов разных стран. Это представители мира науки, техники. Это, скажем так, представители высших учебных заведений. Это представители науки. Национальная академия наук Белоруссии там три или четыре раза уже были делегации, смотрели, как развивается технология. Это Санкт-Петербургский политехнический университет. Это университеты Индонезии, Словакии. То есть это заключение, скажем так, договора с МИИТом, который у нас состоялось с Московским институтом инженеров транспорта на выставке «Транспорт России-2017». То есть компания развивается. Мы близки к тому, чтобы начать внедрять технологию по тем адресным проектам, которых, как я вам сказал, уже великое множество. И что бы хотелось еще отметить. Смотрите, мы находимся на 12 этапе. Никто не знает, когда мы перейдем на 13 этап, 14 этап. Важно понимать, что те условия, которые на сегодняшний день существуют, они самые выгодные. То есть уже выгоднее не будет. Меньший уровень доходности по пакетам долей может быть. Соответственно, если мы перейдем на 13 этап, дискон снизится, на 14 еще снизится и так далее. И когда-то мы придем к тому, что одна отдельно взятая доля будет стоить 1 доллар. Это то, к чему мы движемся. И, кстати, в 15 этапном плане вы можете это найти. На 15 этапе есть ситуация, когда одна доля стоит 1 доллар США. Далее, что хотелось бы сказать. Соответственно, возможности инвестирования именно в корневую технологию, которая будет использоваться и по технологии будут строиться дороги, когда-то эта возможность закроется. Те, кто успеет проинвестировать свои денежные средства, скажем так, еще в корневую технологию, они будут получать в виде дивидендов доходы со всех адресных проектов, по которым будут строиться дороги по технологии SkyWay. Это очень важно. Мы сегодня на 12 этапе. Для того, чтобы стать нашим партнером и совладельцем пакетов вдалее компании, нужно сделать несколько простых шагов. Просто зарегистрироваться у нас на сайте, зайти в личный кабинет, выбрать из тех пакетов стоимостью от 15 долларов до 150 тысяч долларов номинал каждого отдельно взятого пакета. Есть пакеты в рассрочку, есть крупные пакеты в рассрочку, там 500 тысяч долларов, 2,5 тысячи долларов в месяц, 5 тысяч долларов. Есть небольшие пакеты в рассрочку, 25, 50, 100, 200 долларов в месяц. То есть вы, в принципе, вправе сами выбрать, какой пакет вам сегодня комфортно и удобно, скажем так, приобрести. Может быть, для какого-то времени разобраться, может быть, чего-то опасаетесь и просто присмотреться. А если вы разберетесь быстро в технологии и примете решение, что это то, о чем вы мечтали давно, вы просто можете выбрать сразу и приобрести себе разовые пакеты, которые там номиналом и тысячи, и две тысячи, и пять, что происходит каждый день. Огромное количество людей. Сегодня более 200 стран и более 350 тысяч человек, которые уже стали совладельцами технологии. И, в принципе, у вас точно такая же возможность имеется. И что хотелось бы отметить еще. Если вы регистрируетесь сейчас, либо по вашим рекомендациям приходят люди регистрируются, и в течение семи дней после момента регистрации и подачи документов на верификацию приобретают какой-либо из пакетов долей компании, то 10% от количества долей, которые в том пакете, которые вы покупаете, будут вам начислены в подарок. Эта акция, можно сказать, у нас началась с момента перехода на 12 этап развития. И вот если вы даете информацию своему окружению, людям, которые вас окружают, что есть такая замечательная технология, есть такая возможность принять участие в проекте, стать инвестором, получать доход в будущем, еще очень важный момент, у нас есть еще одно интересное предложение. У нас есть программа лояльности, либо партнерская программа. Если вы человек заинтересован, чтобы технология была реализована быстрее, если вы не прочь заработать денег уже сейчас, то рекомендуя данную возможность своему окружению, вы можете получать процент от того товарооборота, который благодаря вам приходит в компанию. То есть до 20% компания выделяет тем людям, которые развивают активно структуру инвесторов в наш проект. То есть эта возможность есть. У нас всего 6 квалификационных уровней. Каждый последующий уровень – это односторонний рост, это ступеньки. Вы можете быстро развивать бизнес, медленно двигаться, вы можете ползти, бежать, ехать на эскалаторе вверх, но со своей скоростью. И тем не менее, если вы что-то делаете по партнерской программе, если вы строите структуру, у вас неуклонный рост вверх. Соответственно, увеличение вашего дохода от прямых рекомендаций непосредственно от тех людей, которые приходят, увеличение уровня глубины, увеличение процента в глубину и так далее, и так далее, и так далее. Все это есть у нас здесь. Так вот, друзья, что хотелось бы отметить. К сожалению, говорить становится все тяжелее и тяжелее, поэтому где-то немножко тороплюсь. Действительно, возможность, которую сегодня предлагает компания Skyway Capital, это уникальный шанс стать совладельцем технологии и в будущем обеспечить финансовое будущее себе самому, своим детям, внукам и так далее. Что хотелось еще буквально из упущенного сказать. На сегодняшний день группа компаний Skyway, сравнивая с 2014 годом, когда мы начинали, владеет своими собственными производственными площадями в Республике Беларусь. Есть построен экотехнопарк, четыре путевые структуры, на которых проходят испытания, обкатку уже, скажем так, действующей виды подвижного состава. Более 500 сотрудников. Четыре года назад у нас не было ничего этого всего. Благодаря тем людям, которые пришли в наш проект посредством системы краудинвестинга, мы всего этого добились и будем добиваться еще больше. Количество людей увеличивается, инвестиционный, скажем так, поток денежных средств, проект идет все больше и больше. Поэтому одно могу сказать от себя. Успеете, да? То есть не так много времени осталось для того, чтобы сделать инвестицию в наш проект и в будущем, скажем так, получать серьезный вид дохода. Вот на этом бы я, наверное, хотел сегодня остановиться. Если есть какие-то вопросы, пишите их здесь, в чате Мирополиса. И, может быть, мне что-то шлют непосредственно из чатов, которым в соцсетях. Потому что мы сегодня вещаем, как минимум ВКонтакте, я вижу, не знаю, получилось ли у нас трансляция в Facebook в Одноклассники. Потому что мы с недавнего времени практикуем вещания одновременно в четырех социальных сетях. Если есть какие-то вопросы, коллеги, пишите. Есть целый ряд наработок, которые мы планируем использовать в ближайшее время. Одно из них — это еще и те же самые вебинары в более интересной форме. Может быть, более, скажем так, сжато, кратко, но и информативно. Итак, друзья, если вопросов нет, то хочу вас всех поблагодарить. То, что были сегодня на вебинаре. Извиняюсь за качество голоса. Певец сегодня, видно, немножко фальшивит. Высокие нотки пропали совсем. Могу вам сказать, что проект развивается. Если вы уже инвестор, вы на верном пути. Давайте информацию тем, кто есть вокруг вас. Делитесь щедро тем лучшим, что у вас есть. Ну и у нас начался июль месяц. Отличного месяца, потому что через месяц и три дня состоится экофестиваль под номером 3 в Марьиной Горке. Все те, кто сейчас слушал, возможно, первый раз, у вас есть возможность лично приехать в Республику Беларусь и своими глазами увидеть, что будет проделан на тот момент. До чего мы развелись, что мы можем использовать. И недалек тот же день, когда начнется строительство дорог в разных странах по технологии разработанного Анатолия Дорочманинского. У меня на этом все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Будут и ссылки, Анатолий. Просто сегодня вот как-то, ну немножко раздрай такой. У меня два компьютера, я немного теряюсь. Говорить не очень легко. Но мы это поправим. Ссылочки мы будем давать. У вас, поверьте, будут и ссылки, и прочее. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok